Начну с того, что очень понравилась атмосфера сегодня, особенно по началу матча было представление и поддержка зрителей местных хорошая. Соперник играл хорошо сегодня, хочу сказать, что сильно, очень сильно, мощно играл. Но вот именно сегодня наша команда сыграла, показала хороший хоккей во всех линиях и поэтому выиграла. Именно наша игра сегодня была хорошей. Спасибо, Парал. Локомотив с победой, да, начали неплохо, но потом ненужное удаление остались втроем, Локомотив забил и немножко где-то мы что-то старались. Но опять качество игры у нас слабое сегодня было, я считаю, что желание было, но качество слабое. И, конечно, очень много сегодня у нас все-таки было индивидуально слабых игроков, много таких ошибок непонятных. И поэтому, в принципе, как такового, да, возможности зацепиться не было. Да, Локомотив играл здорово сегодня, тоже надо отдать должному сопернику, здорово играл, немного дал нам. Но во втором периоде у нас было достаточно моментов, где мы могли все-таки что-то забивать и должны были забивать. Не забили и заслуженно проиграли. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, на вопрос. Перед нами вопрос по поводу замена Вратаря. Это была попытка стряхнуть команду? Да, да, немножко стряхнуть команду. И, скажем так, до второго гола, да, там игра была такая довольно-таки равная. Где-то, наверное, может быть, мы побольше бросали, больше было моментов. Но Локомотив здорово использовал свои моменты. Ну и стряхнуть, Илюха, может быть, я не знаю, мне показалось, не особо уверенно играл с начала матча. Ну и Мишка заслужил этот шанс выйти на замену. Сыграл здорово. Наверное, ключевым моментом стало то, что когда при счете 1-0 получили, взвольное вышло с 2-го, Локомотив? Ну, одни миссы, да, одни миссы. Но я повторюсь, во втором периоде у нас было достаточно моментов, чтобы забивать и штанга. Ну и было достаточно моментов. Мы должны их, скажем так, более качественно использовать. Но в целом, в целом, у нас было многовато слабых игроков сегодня. Я думаю, что это основное, почему мы сегодня проиграли. А когда вы говорите слабое качество игры, вы имеете в виду, в первую очередь, нападение? Нет. Нет. В первую очередь, это все начинается с обороны. И некоторые ребята очень... Основные наши ребята, скажем так, вот эти две игры сыграли для меня просто безобразно. Не знаю, что... Осипов делал в сборной, но так как он сейчас играет, я сомневаюсь, если бы он в Сарове играл бы в составе, если честно. Поэтому основные ребята... И все начинается с обороны, начало атаки, первый пас, выход из-под давления. В первую очередь, отсюда начинается. И у нас многовато слабых игроков сегодня было именно в этой линии. Слишком много. А что скажете о новичках в 35-м, в 25-м? Ну, у Дениса первый матч был, а у Гриши второй. У Гриши много желаний, но он должен немножко все-таки въехать в наши какие-то определенные вещи. А у Дениса первый матч был. Ну, скажем так, да, от них я спрашиваю на данный момент самым последним. Да, когда есть Осипов, Воробьев, да, там, Аляев те же, да, эти ребята должны играть намного качественнее. Да, я уже очень слабо, очень слабо. Вы говорили о том, что в декабрьскую паузу будете усиленно работать над большинством. Сейчас как оцениваете, есть прогресс-то или... Не, ну, сегодня у нас были определенные моменты, да, у нас... Во втором периоде мы получили много бросков, откуда мы хотели бросать. И мы их исполнили. Ну, мы не забили эти голы, да. Еще поработаем, ничего страшного. Мы в основном работаем все-таки над физикой, да, под нагрузкой. Дали ребятам нагрузку. Потому что это, наверное, такой последний этап, когда можно что-то сделать до конца сезона. Многие отмечают, что торпеда тяжело вкатывается после любой паузы. Вот сколько матчей нужно торпеда, чтобы вот после этой паузы вкатиться? Два матча это достаточно? Да нет. И вкатиться... Что, мы должны вкатываться и играть. Я не считаю матчей, когда мы должны вкатываться, мы должны выходить с первой игры и играть. Нет такого, что мы планируем вкатиться с пятой, с пятой игры или с второй, с первой. Должны, ребята, выходить и играть. А что скажете о форме будущего? Красивая форма. Я скажу, да, красивая форма. Значит, к вам вопрос. За шесть очков локомотив практически достался. Дышит спину теперь торпеда. Подождите, а вы даже отслеживаете, нет? Ну, подождите, подождите. Подождите, там столько команд, что за шесть очков там не поймешь, с кем за шесть очков играешь. Поэтому сегодня была конкретная игра. Все. Алексей Николаевич, еще такой вопрос. Сегодня, по сути, два гола на счету первой звена. И, по сути, вот эта пятерка сделала вообще результат. Во многих говорят о том, что сейчас в мотиве именно первая звена, звена Кронвола. По сути, потеряет вообще погоду. Звена Кронвола? Он защитник, он защитник, он защитник. И звено Кронвола, он защитник. У нас три пары защитников. Как он может быть в каком-то звене определяющем? Но он звено, Максим Кронвол. Он крайний, если мы определяем, то по центральному. То есть, все-таки, что к вам нельзя сделать для того, чтобы как-то вот... Сегодня победный гол забил Картаев. А, в принципе, как только не пришло пять легионеров, все в одном же звене в первом начале? Ну, на самом деле, у нас разные варианты были. Сегодня выбрали такой вариант на игру. Это, в принципе, и все. Все, спасибо. Спасибо.